О чем мы сегодня будем? О гипнозе. Неизменно эта тема вызывает глубочайший интерес. Почему? Мы в том числе, наверное, постараемся сегодня разобраться. Почему же эта тема такая интересная? Что же такого с ней, что заставляет людей прям вот так вот раз и все, и прям гипноз? Вот. Причем иногда эти вещи немножечко иррациональны, пожалуй, интерес. Иногда он базируется на каких-то, может быть, мифах, легендах, на, не побоюсь этого слова, телевизоре, потому что там вот тоже очень любят всяческого разного понагнетать. Вот. Ну что? Ну что? Ну что? Люди есть. И там, и там. Мы видим. В Фейсбуке мы есть, в ВКонтакте мы есть. Нас смотрят. Ну что ж. Я буду периодически поглядывать туда, смотреть на комментарии и вопросы, чтобы как-то реагировать, отвечать на вопросы, потому что вопросы тема хорошая. Итак, гипноз. Давайте о гипнозе. Ну, прежде всего, давайте вот мы о чем скажем. Давайте разделим понятия. Гипноз как состояние и гипноз как процесс. Там иногда бывает такая легкая путаница, и там бывает непонятно, о чем люди говорят. Гипноз как состояние, гипноз как процесс. Давайте с состояния начнем, к процессу перейдем. Итак, гипноз как состояние. Гипноз, состояние гипноза, состояние транса, вхождение в гипноз, вхождение в транс, особые состояния сознания и очень много-много-много разных слов. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что есть определенные режимы работы мозга. Определенные режимы работы нашей психики, которые резко отличаются от привычного нашего, от того, что сейчас, например, происходит. Ну, по крайней мере, в основном, наверное, вдруг кто-то из нас сейчас прямо находится в гипнозе, прямо в этот же момент, я или вы. Поэтому 100% мы не можем сказать. Но, однако же, привычное состояние. Привычное состояние, которое характеризуется теми самыми, наверное, несколькими фокусами внимания, когда мы разные объекты держим в уме. Вот там вот те 7 плюс минус 2, у кого-то больше, у кого-то меньше. В том числе характеризуется каким-то переключением внимания. В том числе это тот самый внутренний диалог, то есть говорилка в голове. Это наше привычное. То есть мы в таком состоянии в большей степени привыкли существовать, привыкли в нем находиться. Все, что отличается от него, называется широким таким словом «измененные состояния сознания». Измененное относительно, условно, привычного. Среди этих самых измененных состояний сознания, очень широкий класс, туда входят в том числе некоторые фазы сна. Туда входит всевозможная задумчивость. Туда входит гипноз, разные степени глубины. Туда входят трансы. Туда входит то, что связано с медитациями, то, что связано с решением сложных каких-то задач. То, что связано просто с перегрузкой каналов, когда огромное количество какой-то информации поступает нам из внешнего мира, и мы начинаем находиться в каком-то таком состоянии, в прострации. Слов очень много. Слов очень много. Отличие вот этих самых необычных состояний, связанных с гипнотическими, с трансовыми, от вот этого самого нашего привычного базового в том, что снижается вот тот самый внутренний диалог. Фактически, там, чем меньше его, ну, это первые, да, самые-самые первые шаги. Чем меньше внутреннего диалога, тем мы уходим, чем больше он выключается, не знаю, как сказать, больше выключается, да. Выключается, все, мы уже, значит, движемся в ту сторону. Там ритмов работы мозга мы сейчас не будем касаться, ну, как бы, в силу того, что это, там, без какой-то аппаратуры, наверное, не проверить сенсорно, вот, в таком формате, да. И, и, внимание, внимание начинает быть, ну, каким-то таким цельным, да. Либо мы все видим сразу, либо мы очень мало видим, там, или чувствуем. То есть, либо мы охватываем большой, большой участок мира на фоне отсутствия вот этого самого внутреннего диалога, либо мы там сильно сконцентрированы на маленьком участке мира. Это тоже в, там, в NLP есть, наверное, не только в NLP, есть особые слова для этого, так называемый аптайм, даунтайм. Внешне ориентированный транс, внутренне ориентированный транс выделяют тоже такие штуки интересные. Во внешне ориентированном трансе мы видим окружающее, достаточно цельно, достаточно много. Во внутренне ориентированном трансе мы погружены внутрь себя. Вот, ну, соответственно, там, вот как аптайм для существования в мире, да, для внешней жизнедеятельности, аптайм является ресурсным трансом, даунтайм для нее же является трансом нересурсным. Ну, потому что мы там, где-то там залипли, да, и с миром не общаемся. С точки зрения мира это неправильно. Но, может быть, там для нас, может быть, как раз хорошо. Это вопрос, это вопрос тоже оценок. Вот, ну, еще раз, да, там глубина этих самых трансов, там еще чего-то. Расслабление тела часто характерно. Но для некоторых трансов, наверное, мы, как сказать-то, тело все равно расслаблено, расслаблено, но не как во сне, что вообще там оно не шевелится, да, а оптимальное напряжение, оптимальное мышечное напряжение. Человек, в том числе, в трансе может что-то делать, может чем-то, чем-то как-то, как-то реализовываться, да, и тем самым, ну, что-то проявлять, да. То есть, в том числе, вот все вот эти вот, в том рассказике на тему там загипнотизировали человека, и он там как пошел, пошел что-то там делать, да. Вот, ну, для этого, понятно, нужны мышечные напряжения. Вот, Юлия, Юлия, здравствуй. Вот, итак. Эти самые, значит, состояния, да, их много. Их много, любой человек абсолютно с ними сталкивался. Вся вопрос не в том, вопрос здесь не в том, наверное, там, могу я в них войти, не могу я в них войти, а там еще чего, они естественны для человека. То есть, если мы говорим о том, там, гипнабельные, негипнабельные, вот эти вот моменты используем, это характеристики не, там, вряд ли биологические, скорее это, там, психические, да. То есть, человек может не верить, может, там, быть сильно тревожным, может быть что-то еще. В конечном итоге человек может попросту не знать, чего он в этом самом трансе будет делать. Потому что был случай один такой забавный, был у меня клиент на индивидуальное обучение NLP, и в том числе в один из уроков мы взялись за вопросы трансов. Он говорит, а дайте мне какую-нибудь могучую технику самогипноза, чтобы мне, вот, как бы, там, подольше находиться в трансе. Ну, я сразу понимаю, да, при суппозиции, дайте могучую, значит, простые у него есть. Чтобы подольше находиться, значит, он уже какое-то время там умеет находиться, его это не устраивает. Ну, я это все озвучиваю. То есть, говорю, вы умеете входить в это самое состояние транса, вы обладаете техниками, вы там какое-то время находитесь, после этого выходите, у вас что-то в этом процессе не удовлетворяет. Он такой, ну да, говорит, мне хотелось бы, чтобы как-то поглубже, чтобы подольше не выходить. Я говорю, ну хорошо, а вы там, когда находитесь в этом самом, в трансовом-то состоянии, вы в нем что делать-то можете? Ну, что, что, что из вашей повседневной или неповседневной? Для чего вы доходите в этот самый транс? Когда, значит, с ним пообщались подетальнее, оказалось, что в этом самом трансе он делать-то, в общем-то, чего не знает. Нет, его стратегии, наверное, основная масса стратегий, или как бы не все его стратегии, были, основывались, использовали там на куче шагов тот самый внутренний диалог, тот самый АД, который из транса там, ну, выдергивает, например, да, ну, может быть, без привычки, может быть, там как-то еще. Ну, соответственно, он в транс заходит, любая попытка что-нибудь делать, его оттуда вытаскивают. То есть вопрос вот такой вот, да, для чего? То есть это важный вопрос, когда с трансами, с гипнозами, с вот этими особыми состояниями работаем в рамках там каких-то вот техник, практик, да, пусть даже на тренингах мы показываем там общую структуру, как это использовать, да, как это делать, все равно ставится какая-то цель, мы туда идем зачем, да, там отдохнуть, там что-то сделать, закинуть установку там в подсознание, да, или там наоборот, там, или что-то еще, да, или там дать, трансы характеризуются тем, что мы метафорически, вот здесь давайте метафорически, наверное, говоря, хоть я это и не очень люблю. Сниженный, что ли, какой-то барьер между вот условно там сознанием и подсознанием, мы больше понимаем, мы больше, больше там относительно себя там видим, слышим, чувствуем, мы больше осознаем. Большинство техник, большинство техник NLP там, где мы работаем с субмодальностями, там, где мы работаем с частями личности, большинство этих техник, абсолютное большинство, оно использует трансы, вот не те гипнозы, которые вот так вот, да, нет, оно использует транс, ну, там, легкий, да, поверхностный, там, как угодно, давайте, вот это вот, я не знаю, чем мерить глубину, поэтому эти слова, они сугубо метафоричные. Легкие трансы используются для того, чтобы вот это вот было, то есть фактически для того, чтобы включить общение с этим самым нашим подсознанием. Вот мы его включаем, вот мы для этого используем транс, вот мы в техниках это и используем, и говорим. Собственно, для чего нам транс, да? Как обычно в NLP, во многих вещах вопрос целей, наверное, самый первый, да, ставится. Здесь тоже. Вот. Итак, да, про, собственно, состояние гипноза. Давайте еще раз, да, оно естественное, оно для всех, для всех достижимо. То есть вопрос только в инструментарии, да, там, оно, там, ну, в нем что-то можно делать, там, что-то, наверное, в нем нельзя делать, вот, есть у него плюсы, есть у него минусы. Ну, минусы в том смысле, что, там, непривычно, например, да, то есть так-то сложно найти, например, все-таки минусов, наверное, в трансовых состояниях, они очень прикольные. Очень прикольно, когда ты делаешь, там, что-то на автомате, да, очень, очень классно. Очень, очень многие, многие вещи люди делают на автомате. Там, те, кто часто ездит за рулем, тоже очень много автоматических действий, очень много, там, о чем-то задумался, и оно, там, само крутится. То есть это стратегии, которые вполне себе работают и в трансовых состояниях. Вот. Хорошо снижается вот та самая говорилка внутренняя, и в трансе, прям, ну, очень, очень хорошо, там, работать, в том числе и физическую работу, и такую. Ну, опять же, та, которая не требует говорилки, говорилка не мешает, не зудит там в голове, типа, ой, мы задолбались, работать, да, нормально, все, тишина в голове, работаешь, 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 очень здорово. Вот. Ну, ладно, это, это про само состояние. Теперь про, давайте, там, гипноз как процесс, да, как, как вход в этот самый, в эти самые состояния. И опять здесь у нас, здесь у нас целая, целая большая обширная, обширный инструментарий, связанный, там, со всякими разными, там, историческими штуками, да, там, кто-то так, кто-то так делал, там, и, там, пожалуйста, и сценические техники гипноза, да, и медицинские, и, там, какие-то, ух, там, и директивные, и полудирективные, и среднедирективные. Там, и еще, там, какие-то, и, там, Вольф Мессинг, и мессмеризм, и, там, и магнетизм, и, ну, слов очень много, да, слов очень много, да, там, элекционовский гипноз, туда же, всякие разные новые техники, которые, тут, на коленках придумывают люди половина маркетинга ради. О чем речь, если мы их так немножечко, немножечко, может быть, тоже, там, систематизируем, да, есть, знаешь, что, тут начать-то, гляну на вопросы, Наверное, наверное, давайте сначала про мифы. Сначала, наверное, про мифы, да, и в том числе станет понятна, наверное, и вот эта самая структура техник гипнотических. Миф, миф о гипнозах, о гипнозах сценических. Приезжает человек, там, целый месяц, весь город заклеен плакатами, что там приезжает бессмертный маг, чародей, колдун, ученик всех подряд, вольфов, мейсингов и всех остальных. Вот вопрос. Если уснуть во время гипноза техника сработает? Ольга, здесь надо бы, вот вопрос уснуть, прояснить. То есть, если речь идет о том, что называется, дремать, ну, там, дрема, да, просолнечное состояние, там, с быстрым движением глаз, если о вот таких вот штуках идет, то все сработает. Речь. Если человек очень сильно, если человек очень сильно устал и уснет в том смысле, что вырубится, ну, нет, конечно, не сработает. Потому что просто он не контролирует уже, наверное, сенсорной информацией не получает о этой технике, и гипнотизер бубнит мимо. Вот об этом, да, речь. Вот. Ну, давайте вернемся. Весь город, значит, заклеен великим колдном, учеником самого там 300 лет назад. Понятное дело, это, во-первых, создает некоторый, некоторый заранее там ролевой рапорт на тему, кто приезжает, да. Вот. Потом, когда, значит, собирается там толпа людей в этот самый зал. Эффект толпы включается. Мы сидим, куча, 300 человек, маленьких людишек в зале, а там освещенный, на освещенной сцене, там, великий, великий, великий человек. Вот. И великий человек. Неоднократно, неоднократно это обсуждалось, неоднократно это говорили, а в том числе эти вещи нам подтверждали люди, связанные с астеническим гипнозом в большей степени, чем мы. Не всех подряд вызывают на сцену. Великий маг и гипнотизер со сцены, он для начала еще и использует некоторый элемент профайлинга. Он вызывает людей, которые, каким бы языком-то сказать, тревожно-мнительных, например, и стероидов. То есть, тревожно-мнительные люди, они уже в полностью подчиненном положении, что скажет гипнотизер, то они и не делают. Ну, то есть, то, что называется там супергипнабельный. И стероидные человеки в этом смысле жаждут себя проявить. Тем более, такой замечательный есть повод за все отвечать дяденька гипнотизер. Я не при делах. Поэтому я могу делать все что угодно. Гипноз все спишет. Вот. Соответственно, ну, дальше начинается, в общем-то, обычный гипноз. Обычный гипноз, обычные эффекты левитации руки, кататонии, когда там люди замирают, на них сходятся другие люди. Это известный нормальный инструмент. С нашей точки зрения, они прикольные. Не прикольные, но для вот именно для того, что нам говорят там о терапевтическом каком-то моменте, да, о гипнозе, как для того, чтобы использовать его там в коррекции чего-то в голове, это все избыточно. Это все прям, ну, там, сильно лишнее. Вот, Юля, Юля, спасибо, да, о хорошей вещи напомнил. Вот, мы проводили как-то, ну, в смысле, мы постоянно проводим курсы МОПи практик, да, в том числе, вот, в ближайшее время, как раз и в Краснодаре, и в Ростове будет гипноз. Так вот, мы проводили модули, посвященные гипнозу на курсе практик, проводили в разных форматах. И вот, когда, значит, гипноз есть, ну, то есть, есть транс, то есть, по всей калибровке, там, расфокусированный взгляд, все остальное, техника сработала, эффект человек получил, решил задачу, которую хотел, все классно, и человек говорит, ну, да, да, ну, все сработало, все хорошо. Ну, просто я думал, что гипноз – это что-то такое. Делаешь одну и ту же технику, абсолютно одну и ту же. Просто в один момент, в одну, как бы, блин, в одном случае просто делаешь гипноз, просто калибруешь внешние параметры. В другом случае делаешь так, чтобы у человека взлетала рука сама, потом сама опускалась. И когда человек, значит, сидит, и когда в рамках техники у человека руки, там, вот так вот сами с собой сходятся, человеку прям становится хорошо. Не потому, что техника сработала с тем же самым, просто потому, что он увидел чудо. Ну, люди, люди хотят чудо, это прикольно. И поэтому, поэтому, когда вот так вот это вот оно все, вот так вот идет, да, в том числе это, ну, давайте так скажем, да, это и гипнотизеру может быть полезным, потому что это калибровка. Ну, такая еще одна дополнительная, почему бы и нет, да. В том числе это, опять же, полезным может быть гипнотизеру, потому что это отвлечение внимания человека. Когда человек, там, все остатки его, все остатки его вот этого самого разумного сознания полностью увлечены тем, что у него летают руки. Все, этого ему хватает. Человек сидит, он полностью занят тем, что руки отдельно от него там делают чего-то, и, в общем-то, не мешает, совершенно не мешает ни гипнотизеру, ни гипнотическому, там, ни инструкциям, ни процессу. Вот. То есть, есть в этом, есть в этом, как бы, плюсы, но прям суровой необходимости нету. Хотя, хотя людям действительно очень сильно нравится. Почему и, почему и в том числе, там, сценический гипноз регулярно собирает, там, собирает залы, и создает, наверное, больше всего вопросов. Потому что люди говорят, «А, я видел, там, звезды под гипнозом, вот так вот я ему сделал, и тут раз, и все». А правда так можно, да, так бывает? Прям, ух. Вот, бывает. Вот. Хорошо. Да, это великие гипнотизеры. Ну, как, великие в смысле позиционирования, да? Дальше. Еще гипноз, гипноз. Как бы, еще один из вариантов, да, ну, давайте, не сценический, ближе, не сценический, ближе к, ну, ближе к вот терапии, к медицине, да, но, опять же, которые, вот, с качающимся шариком, с глубоким голосом, с глубоким, там, грудным голосом, гипнотизера, там, с суровым взглядом, которые, фактически, тоже используют некоторый, некоторый такой ролевой момент, ну, и, там, наверное, наверное, подчиненное какое-то положение человека включают. Ну, там, предположительно, это в том числе, в том числе включение, включение каких-то, каких-то импринтов человека на тему того, что вот, там, ну, может быть, это и тоже и фигуры родителей, которые, там, были большие, когда он был маленьким, вот, и, там, вот, и в том числе, может быть, какие-нибудь еще и, там, древняя память, который, каковой гипноз, не всем доступен. Здесь, здесь обязательно надо вспомнить про Милтона Эриксона, про Милтона Эриксона, который, вот, в таком формате гипнотизировать не мог. То есть, там, ни голоса не хватало, там, ни много чего. Вот, соответственно, он, он-то как раз разработал технику вот этого самого недирективного гипноза, где за счет, там, хитрых, обходных, легких отвлечений внимания процесс идет, процесс идет, ну, как-то там, прямее туда. Ну, тут вопросы. Так, сеансы самогипноза, если слушать в наушниках, работают или нет? Анна. Ну, да, работают. Не очень понял вопрос. Некоторые, некоторые сеансы, вот такие вот, некоторые гипнотические, медитативные штуки, они записываются специально, там, в том числе с, с, так, это называется, бинауральные ритмы, по-моему, если я сейчас правильно помню, они, наоборот, должны слушаться, в наушниках, чтобы, во-первых, звуки внешние убрать, во-вторых, чтобы там, там, подобранные звуки давали частоту, там, правильную, и все такое. То есть, работает все, конечно. Вот сейчас посмотрю про, про вопросы. Вот. так, здесь нету, хорошо. Вот, ну что, на чем, на чем мы продолжаем. Техники недирективного гипноза, эриксоновского гипноза, техники, техники, пожалуй, что легкого отвлечения внимания, ну, одна из, одна из самых, наверное, таких интересных, показательных его, показательных его элементов, инструментов, сейчас, секунду, нет, медитация, давайте, Анна, вот, ну, немножечко про самогипноз, да, Анна, медитация, гипноз, наушники, если вы, в принципе, сами, вы же, вы же сами можете добавить к любому процессу гипноз. Давайте, самая простенькая техника, самогипноза, самая-самая, что ни на есть, простая, которую при, там, небольшой тренировке любой человек осваивает. Первое. Расфокусируйте взгляд. Первое. Расфокусируйте взгляд, то есть, вам нужно, там, смотреть прямо перед собой, расслабленным взглядом, чтобы просто, вот, там, без, без фокуса. Второе. Расслабить вот здесь. Язык, гортань, пошевелить, расслабить. Третье. Давайте, третье. Это, ну, общее, общее, скажем, расслабление тела. ну, если вы сидите, сесть поудобнее, лечь поудобнее, несколько глубоких вдохов, выдохов, ну, как бы, чтобы тело, вот, расслабилось. И четвертое. Там уже, мысли, как бы, отодвигать. Вот это, наверное, будет самым, самым сложным. Но они, в общем-то, естественным образом уменьшаются, если вы, удерживаете, вот этот, вот расфокусированный взгляд, медленное, глубокое дыхание. В том числе, ну, давайте, это, это в том числе техника, как хорошо засыпать. И, Анна, вот медитации, берите, пожалуйста, свои медитации, просто на их фоне вот это вот тоже делайте, и все, пожалуйста, будет вам дополнительный, дополнительный самогипноз, то есть дополнительное трансовое состояние. Повторюсь, ничего в них такого запредельного нет, это естественные работы, естественные режимы работы, работы, работы мозга, работы психики. Вот, ну что, и возвращаемся к техникам, да, у, у этого самого эриксановского гипноза, одна из, одна из техник, спираль, спираль, трех, четырех, многоуровневая, вложенные истории. Начинается одна история, не заканчивается, прерывается, перескакивается на другую, с нее перескакивается на третью, в этот момент мозг, ну, то самое наше привычное сознание, старается историю помнить. Надо помнить первую, надо помнить вторую, надо помнить третью. Соответственно, вот те самые фокусы внимания, они, ну, как бы остаются где-то там, помнят, помнят эти самые истории. Как только количество, вложенное, вот этих самых историй, стало достаточным, для того, чтобы сознательные фокусы внимания перестали, перестали контролировать, начали, ну, все полностью отвлеклись на вот эти самые истории, все, человек находится в трансе. Это транс легкий, да, тем не менее, нормально, вот там, нам в нем не мешают, не мешают эти самые фокусы сознания, и, пожалуйста, там происходит, происходит гипнотические, всяческие инструкции, и прочее общение с подсознанием. Потом, конечно, человек возвращает из этого, да. Перегрузка, перегрузка внимания, там же, да, когда много говорим, когда, когда человеку рассказывается, например, что-то, описывается какая-то ситуация с большим количеством деталей. Тоже мозг очень быстро от них устает, и, ну, там, не устает, конечно, в попытке все это охватить, упомнить, сознание выкидывает человека на вот этот самый, там, внешне ориентированный транс, в попытку все, все увидеть, все услышать, все, все охватить. Так, что там у нас из этих, из мифов, да, как раз, про цыганский гипноз. Про цыганский гипноз. Все знают, да, что цыганки, они загипотизируют, и ты им сам все отдашь. Вот, ну, наверное, не все знают, что, ну, там, во-первых, во-первых, тоже идет калибровка, то есть, цыганки подходят не ко всем подряд, подходят к людям с определенным выражением лица, с определенной эмоцией. Во-вторых, да, их подходит очень много, они со всех сторон орут, они со всех сторон шумят, говорят одно, говорят другое, говорят третье, четвертое, пятое, там, тут дети, тут за руки хватают, тут одна говорит, давай погадаю, другая говорит, на тебе больше, четвертое с ними общается, опять же, вкидывает там всякие идеи на тему того, что, на тему того, что вот там тебе, там, передали спасибо, ты вчера вылечила женщину, ну, в общем, создается некоторый фон. Но за счет перегрузки состояния вы в трансе, в трансе, да, в трансе, при этом вам говорят, отдавай мне все деньги и уходи, нет, не так происходит. Говорят, давай, я их подержу, почищу и тебе верну. Собственно говоря, весь там, весь, весь гипноз, да, весь, все использование гипноза там заключается в том, чтобы снизить критичность внимания до того, чтобы ты, ну, деньги, вот они, как бы при тебе. Снижается критичность внимания, ты допускаешь то, что, чтобы она подержала там твой кошелек и вернула тебе его, да, в мешочке, или там, вот в мешочек сложил, в мешочек ей отдал, она его держит, она же вот как его тебе и вернула. То есть, нет, нету там, нету, нету в голове, не вкладывается идея, что ты мне все это отдавай и уходи. Нет, там попросту мешочки подменяются, там, да, конечно, тоже отвлекается внимание, подменяются мешочки, потом говорят, иди домой, до дома не открывай. Собственно, это прям не то же самое, что загипнотизировать человека, чтобы он все отдал тебе, да, нет, не так. Анна, если засыпаешь, аудиальный центр воспринимает или нет информацию, раньше были программы изучения английского во сне. Вот еще раз, да, то, что уже говорил, уже говорил разные фазы сна, в каких-то нет, мы ничего не слышим, в каких-то, дайте я пример приведу, пример приведу, вот по поводу аудиальных центров и всего остального. Снится мне однажды сон. Снится хороший такой замечательный сон, в этом во сне я нахожусь на концерте, на концерте какой-то группы, причем я нахожусь достаточно близко к сцене, потому что музыка прям шарашит, прям хорошо так. Концерт такой заводной, зажигательный, правда, почему-то попса играет какая-то, я ее не слушаю обычно, что бы я делал на концерте этой группы, мне не очень понятно, да. И с этой мыслью я просыпаюсь. Я просыпаюсь и я понимаю, что на телевизоре, на телевизоре включился будильник, настроенный на канал. Ну, была такая раньше тема, что телевизор на какой-то канал выставляешь и потом ставишь будильник, в который, собственно говоря, он включается. Так вот, телевизор был включен на канал MTV, ну, на такую, в общем-то, нормальную громкость. Вот, я спал. То есть я был в какой-то, вот в той фазе сна, да, в которой нормально проходят аудиальные сигналы. И вот они мне, эти самые аудиальные сигналы, они мне в сон превратились. Так вот, если этот самый английский во сне, если он попадает в такие фазы, если у меня там будут сны по его поводу, то, конечно, вне всякого сомнения, это будет иметь отношение к изучению английского. Вот. Ну, я думаю, я думаю, здесь, ну, как-то, здесь, наверное, это прикольно только тем, что ничего делать не надо, да, делал наушники и спишь в них. Вот. Ну, не факт, что, не факт, что работает. Наверное, проще с этим, ну, как бы в сознании работать, да. Опять же, там, самогипноз, одеваем вот эти штуки, вот, ну, хотя чисто вот для понимания, конечно, вопрос хороший. Вот. О чем бишь дальше мы, да? Какое состояние подходит для того, чтобы внушать себе и как его достичь? Ну, самогипноз, да? Еще раз, еще раз чуточку, еще раз чуточку возвращаемся. Расслабление, расфокусированное внимание, расслабление вот этого там языкового, говорительного центра, убирание, убирание говорилки, убирание мыслей. Вот, убирание мыслей, наверное, самое, самое сложное в этом. Ну, и там тоже есть легкие такие лайфхаки. Отставляйте их в сторону. Пробуйте их из головы вытащить и, ну, как бы, в стороночку, рядом с собой их просто положить. Вот, ну, натурально. Вот есть мысли в голове, да? Такие, по принципу, по принципу Скарлетта Хара, по-моему. Я подумаю об этом, ну, не завтра, а через 15 минут, например. Мысли есть, мысли хорошие, здорово, тут побудь, потом к тебе вернусь. Мысли вторая, тут побудь, тут побудь, тут побудь. Натурально мысли можно из головы вот так вот вытаскивать. Это, по-нашему, по-напрессору, работа с субмодальностями нормально, нормально, прекрасно. То есть, просто откладывайте ее, откладывайте ее в сторонку. Если вы используете, используете, гипнотические, самогипнотические, трансовые штуки для того, чтобы засыпать лучше, да, перед сном, чтобы там как-то лучше, лучше, качественнее отходить ко сну, то тогда мешающие мысли можно попросту записывать на бумажку. Знаете, опять же, как в компьютерных играх, да, сохраняться. Вечером все, все беспокоищее, все важное, что крутится в голове, записал на бумажку, положил ее, все, нормально. Утром с нее загрузился и пошел дальше. Хорошее слово, загрузился в этом смысле, прямо оно в тему, да? Вот. Ну что? Что еще? Может, какие-то вопросы у нас? У нас, у вас? У нас, у вас вопросы? О чем мы еще? О чем еще важном я не рассказал? Ну, давайте еще немножечко, еще немножечко, там, если вопросы есть, пишите, а я пока, пока, наверное, подытожу. техник, техник, как вводить человеков в состояние гипноза, много. Там, и по глубине, ну, опять же, условно, да, но тем не менее. И по контролю, по контролируемости этого, то есть, там, какие-то, какие-то такие техники есть в общих чертах, какие-то есть с большим количеством обратной, обратной связи, какие-то есть с, прям, с очень-очень детальным, детальным количеством обратной связи, потому что очень, как бы, важно, да, в том числе, чтобы там, наше подсознание клиента общалось с нами, там, показывали нам, там, сигналинг всевозможный. То есть, ну, есть, есть это все, конечно, там, ценно и важно. Есть ли смысл бояться, что другой человек нас может загипнотизировать? Хороший вопрос. Ну, наверное, 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 вопрос, может ли загипнотизировать? Да, может. Имеет ли смысл бояться? Сложно сказать. Одного гипноза недостаточно, чтобы нас бояться. То есть, я здесь повторюсь, мне вот эта вот метафора, точнее, не метафора, а вот пример, пример с цыганами, он мне очень сильно нравится. Потому что там бояться надо не гипноза, там бояться надо тупо мошенничество. Потому что это отвлечение, то есть, отвлечение, гипноз используется как просто отвлечение внимания для того, чтобы подменить там, ваш кошелек на не ваш кошелек, да? Ну, как бы, это не гипноз же плохой, это мошенничество плохое, гипноз нормальный. Можно ли под гипнозом человеку что-нибудь плохое внедрить в мозг? Да, можно. Можно, но тоже это, это, не гипноз. Это, наверное, опять же, не гипноз плохой. Вот, мы говорили об этом уже, да? И на тренингах много раз говорили, и, и так говорили, даже, по-моему, на наших выпусках NLP TV упоминали. Про техники, про техники NLP. Если мы просто человеку как-то там взбередим в мозгу, да, если мы там что-то там поменяем, просто как-то растрясем, да, он пересоберется, ну, в такое же или в более, в более комфортное состояние. человек выбирает лучший выбор из доступного. Чтобы, чтобы лучшим выбором стал худший, это не вопрос гипноза, это вопрос боевого NLP, это вопрос того, чтобы мы, ну, настолько хорошо контролировали информацию, подачу, там, убеждения и все остальное. Гипноз здесь, конечно, может помочь с тем, что, с тем, что он, ну, что человек, ну, будет нам там чуть больше верить, да, там, для рапорта, для того, чтобы мы там как-то не мешала, может быть, там, некоторая критичность, но все равно там, вот это самое подсознание все стоит на страже. Это надо очень сильно прям постараться, чтобы объяснить человеку, почему он должен сделать себе хуже, чем он знает, чем он думает. В одном из, в одном из фильмов, я не помню, какой-то сериал был, где, где, там, человеков убили с помощью гипноза. Вот. Ну, там, там сказали, ну, как, довели до смерти, то есть, сказали, выходить нельзя, потому что там вы умрете, там, воду, еду пить есть нельзя, потому что она вся отравленная. То есть, фактически, у человека выбора нету, то есть, ему прямо не вредили. Прямо не вредили, убедили, системно убедили, что нет выбора никакого, и человек в процессе, как бы, умер от обезвоживания. Вот как-то так. То есть, ну, это, это опять же, это сильно не то же самое, что загипнотизировал человека и сказал ему, иди и прыгни со скалы. Такая инструкция очень навряд ли сработает. Должна быть там серьезная подготовка, должно быть объяснение, почему это является наилучшим, наилучшим выбором для человека. Наверное, вот так вот, да? Ну что, если вопросов больше нету, то, пожалуй, то, пожалуй, мы заканчиваем на сегодня. Вот. Через, через две недели, сначала в Ростове, а потом в Краснодаре, будет у нас модуль НЛП-практика как раз посвященный и гипнозу, и работе с подсознанием. Поэтому, поэтому приходите. Вот. Юлия. Да. В целом, трансовые состояния, которыми мы можем управлять, очень ресурсные и естественные. Ну, а транс прикольная штука. Вот. Если вы, если вы какие-то, какие-то навыки можете в нём реализовывать, если вы его, если вы его используете для, опять же, того, чтобы вам было там лучше, проще, то прям, ну, классно. Трансовые состояния прикольные. Вот. Ну что. На этом, на этом с, с гипнозом, с гипнозом всё. Конечно, конечно, за рамками осталось очень много деталей, которые, которые надо бы прям рассказывать и тренировать, но это, это дело тренингов, потому что, в принципе, вообще говоря, по гипнозу, если там всё собрать, все детали, там, конечно, информации очень много. Информации и есть что потренировать. Вот. Но это не в рамках всё-таки нашего, наших трансляций. Здесь нам бы, вот опять же, обзорно подготовить, дать технику самогипноза. Вот. И направление движения. Ну и на этом, на этом всё. Всем, всем всего доброго и до новых встреч в эфире NLP TV, самое полезное TV в мире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова